И все засвидетельствовали ему это, и явились словами благодати, исходившим из уст его, и говорили, «Не Иосиф ли это сын?» Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, и твоем Отечестве то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только к вдове Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сирианина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, чтобы свернуть его, но он, пройдя посреди них, удалился». Сегодня нашему вниманию был предложен евангельский отрывок, повествующий о том, как Господь наш Иисус Христос был принят в городе своего детства, Назарете. В этом городе Спаситель рос, здесь он жил около 30 лет, до тех пор, пока не вышел на общественную проповедь Евангелия. И когда он вернулся в свой родной город, его проповедь не имела там такого принятия, как в прочих иудейских городах. Несмотря на то, что, как говорит об этом в самом начале услышанного нами только что евангельского чтения, святой апостол и евангист Лука, все дивились словам благодати, исходившим из усего. Данное удивление было вызвано вовсе не расположенностью к словам Христа, а как раз отношением к его личности. Все знали, кто он и чей он сын, кто его земные родители, и это знание не давало слушавшим переключиться на те слова, которые Христос пытался донести до своих соотечественников. Блаженный Феофилат Болгарский, размышляя над данным текстом, Евангелие пишет, «Народ, слушая речь Христову, удивлялся словам благодати, удивляя же, насмехался над ним, говоря, не этот ли сын плотника?» И в этом заключалась самая большая ошибка иудеев. Они смотрели на внешнее, а не на внутреннее. Для иудеев более важно было то, кем является человек, чем то, что он говорит. Неужели, спрашивает Блаженный Феофилат, сын плотника не может быть посланником Божьим? Неужели он не может говорить правильные и нужные слова? Именно такое отношение к сожалению и не дало возможности назарянам разглядеть в своем соотечественнике Христа и Спасителя мира. Жители Назарета обратились ко Христу практически с требованием. «Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». Однако это было невозможно по той причине, что жители Капернаума поверили во Христа, а жители Назарета этого сделать никак не могли в силу своих предубеждений. А там, где нет веры, там нет и чудес. Ведь если посмотреть на священную историю Ветхого Завета, сколько пророков так и не были услышаны своими современниками и земляками. И наоборот, сколько пророков пострадало от своих современников и земляков, возвещая им волю Божью. Да, эта воля зачастую сулила далеко не радужные перспективы, но это была Божья воля. И если бы иудеи ее послушали, возможно, бед было бы меньше. Но этого они не делали, точно так же, как не приняли Христа, считая его обычным сыном плотника. Обличая иудеям, Господь, к сожалению, напомнил им две очень яркие ветхозаветные истории. Историю святого пророка Ильи и седонской вдовы, и историю святого пророка Елисея и сирийского военачальника Неймана. И вдова, и военачальник не принадлежали к богоизбранному народу, не были носителями единой истинной религии. Но только они, одни в тяжелое для Израиля время, сподобились чудес от Бога. Услышав приведенные Господом примеры, иудеи разневались до такой степени, что даже захотели убить Христа, но он чудесным образом, пройдя сквозь толпу народа, покинул пределы своего отечества. Почему назряния воспылали яростью по отношению ко Христу настолько, что даже стремились убить его? Потому что Господь задел их за живое, иудеи верили в свою избранность и превосходство над прочими народами. А Господь, наоборот, напомнил им о том, что в истории встречались случаи, когда язычники и иностранцы оказывались ближе к Богу, чем представители богоизбранного народа. Святитель Николай Сербский, размышляя над сегодняшним евангельским чтением, отмечает, если бы во времена Христа в Назарет пришли первосвященники Анна и Каиафа или же кто-то иной из почтенных законоучителей, назаряне с радостью бы приняли их и их слово, если бы оно даже и не было подкреплено чудесами. Христу же они не поверили, не взирая на силу слова и слух о сотворенных им чудесах. Почему? На этот вопрос отвечает сам Христос Спаситель. Потому что огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я истил их. Именно ожесточение сердца – главный враг проповеди Евангелия среди иудеев. Читая сегодняшний Евангелие, мы должны увидеть в нем урок для самих себя. Урок о том, что очень часто и мы смотрим на некоторые вещи, особенно духовные, с позиции собственного разума. Мы желаем что-то понять своим несовершенным умом, тогда как требуется всего лишь принять ту или иную истину на веру, без всевозможных логических объяснений. Поступая так, мы рискуем уподобиться жестокосердным Назарянам, которые в своем безумии и злобе чуть не дошли до богоубийства. Помня об этом, мы должны в духовной жизни полагаться не на немощный ум, но на силу веры, потому что, как говорит об этом святитель Игнатий Кавказский, человек, опирающийся на рассудок, не может быть причастником веры. А тот, кто лишен веры, никогда не сможет узреть главный, так сказать, ее объект, самого Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok